На развилках тревожных дорог, у лобастых пригорков ковыльных, зародилось село-городок с непонятным, но ласковым именем. Ужур – это название пришло из хакасского языка. Ужур – от слова «куджур» хакасского – поселение на Солончаке. Оно трансформировалось в слово «ужур» появилось. Были сначала хакасы селения здесь, а первые русские жители появились в конце 17 века. Ужур очень интересен тем, что это хлеборобский район. Но 50-е, 60-е, 70-е годы – это были золотые годы для развития промышленности Ужурского района, в том числе и города Ужура. Строились объекты соцкульпт-быта, жилые дома многоквартирные строились, а такие предприятия, как сельхозтехника, мясокомбинат и еще другие, строились двухквартирное жилье для своих работников на земле. Город чем примечательный, что, в общем-то, уделяется большое внимание благоустройству. Много различных достопримечательностей, которые отмечают и наши жители Ужура, и гости, приезжающие в Ужур. Город с каждым годом хорошеет. Городская администрация, депутаты городского совета уделяют очень большое внимание развитию городу. А главное, импонирует нам, работникам музея, то, что стараются сохранять память о людях, которые вот именно и выполняли эту историю. Мы находимся рядом с мемориальным знаком, установленным в память о нашем земляке Федором Михайловичем Хомкове, который долгие годы трудился начальником ПМК 6 ВОД Строй. Он является основателем улицы, которую заложили для работников, кто трудился в этой организации. Затем, долгие годы после ухода на пенсию, он трудился на лыжной базе, которую вы видите рядом с этим мемориальным знаком. Кроме того, улица, на которой расположена эта мемориальная плита, знаменита еще и тем, что ведь город сам, собственно говоря, в 60-х, 70-х, 80-х годах развивался. И практически именно за счет труда этих людей и создавали улицы, целые улицы. Город на данный момент является уже совершенно другим, неузнаваемым. Появились новые скверы, парки, мемориальные доски в честь наших земляков, которые увековечивали свое имя в истории города. Появились аллеи. В 2013 году на этом месте в центре города Ужур на улице Ленина была заложена аллея славы учителей. Это выдающиеся люди, труженики просвещения. И то, как это место оформлено, тоже напоминает нам. Во-первых, необходимо чтить, помнить и уважать труд этих людей. Поколение учителей, которые здесь трудились на нашей Ужурской земле, во-первых, известны тем, что внесли огромный вклад в воспитание не только подрастающего поколения в школах, но и это учителя производственного обучения, это преподаватели нашего училища, Ужурский многопрофильный техникум в том числе. На аллее славы учителей расположен глобус. Этот глобус символизирует нашу планету, которую необходимо беречь и сохранять. А знания и богатства, которые получаем мы и отдаем нашим ученикам, или отдают нашим ученикам учителя, необходимо использовать во благо человечества. Администрация нашего города приняла решение в 2012 году провести реставрацию набережной реки Ужурки. И на этом месте была возведена очень красивая зона отдыха. Здесь находится живописный мост, который называют мостом влюбленных. Сюда приходят для того, чтобы с детьми поиграть на этом красивом кораблике, который называют кораблем из книги Александра Грина «Алые паруса». Где-то около трех лет тому назад появилась вот такая вот милая композиция «Семья медведей с медвежонком». Сделано это в очень красивой декоративной форме выращенные саженцы и таким образом подрезаны, что составляют вот эту вот композицию архитектурную. Совсем недавно в нашем городе появился еще один очень прекрасный уголок, который сейчас пользуется популярностью у молодоженов. Он характерен тем, что здесь в этой композиции находится вот такой вот живописный зонтик, скамья примирения. Над скамьей примирения склонились два фонаря – он и она. Как вы видите, он стоит в красивом нарядном бантике и цилиндре, а она в кокетливом головном уборе. И вот эти два фонаря, склонившись над, возможно, поссорившимися влюбленными, таким образом стараются их помирить. Появились вот эти вот уникальные творения, и теперь они радуют наших фужурцев-молодоженов. Теперь они могут, как многие ужурцы отмечают, прийти сюда не просто отметиться и расписаться, но и еще, закрыв замочек на вот этом вот горячем сердечке, бросить ключ от этого замочка, вот этот вот красивый, стоящий рядом, обитый железом сундук, таким образом скрепив семейные узы и на долгие годы закрепив их счастье. Знакомство со знаковыми местами нашего города хочется продолжить со сквером, в котором находимся мы сейчас с вами. Этот сквер называется сквером молодоженов. Он был установлен здесь, рядом с созданием Нарсуда, в 2012 году. Здесь находятся два таких замечательных объекта, как вот это сердце, которое символизирует единство супружеских уз, и вот этот мостик, на который часто становятся молодожены. Здесь ни одна семья не обойдется без того, чтобы не остановиться и не сделать памятные фотографии для семейного альбома, которые через многие годы будут греть им душу. Также здесь, на территории вот этого сквера, расположены скамьи в виде сердечек. Это место признано среди ужурцев как одно из наиболее популярных мест для свиданий. Сюда часто приходят гости нашего города. Этот сквер был идеей Оксаны Воробьевой, студентки факультета ландшафтного дизайна. Место, где мы с вами находимся, является излюбленным местом для отдыха наших горожан с семьями. Так как мы находимся рядом с арт-объектом, который установлен был в 2006 году, то я расскажу немного о нем. Автором проекта является Виктор Корнелаев, наш ужурский умелец. Он создал этот арт-объект. Розовый слон с импровизированным фонтаном, бьющим из его хобота. Таким образом, и рядом расположен каменный ручей, который стекает прямо вот в этот бассейн. Здесь часто плескаются детвора, когда здесь действительно жаркие дни. В нашем городе сюда приходит множество ребят покачаться на качелях, отдохнуть в беседке, покататься на каруселях или посидеть вот в той песочнице, поиграть в игрушки. То есть здесь действительно, можно сказать, зона для отдыха маленьких наших ужурцев. А слон символизирует, я бы сказал, беззаботное детство, радость, веселье. То, что воплощает в себе наверняка каждый юный школьник, да и не только школьник. Я, как и местные жители, родившиеся здесь, и многие жители гордятся своим городом и с удовольствием показывают все, что у нас появляется в Новгороде, своим родственникам, которые приезжают, стараются своих детей воспитывать так, чтобы они по окончанию учебы возвращались работать в родной город. Музыка 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 Субтитры подогнал «Симон»